Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан На этой неделе прошло немного не по плану Не в понедельник, а во вторник Потому, соответственно, и наш 617 выпуск открытой политики Выходит с небольшим смещением Отшумели праздники и юбилеи Но оперативное совещание, а вернее его вступление Хабиров начал почему-то сразу с поздравлений С днями рождения своих коллег и подчиненных Главным событием минувшей недели Хабиров назвал начало учебного года Прям сильно гордился Прям гордость у нас в душе Учебный год все-таки начался Ну да ладно Правда, оговорился Ради Фаридович, что в некоторых школах Не все сделано так, как докладывал министр образования На минувшей оперативке Там тогда он прямо этот министр разливался Что все 100% и на 100% готовы Но, как говорится, увы Безусловно, то, что Хабиров делегировал Своих всех подчиненных в понедельник в школы Было связано вовсе не с началом учебного года А с тем, что эти подчиненные должны были проинспектировать Как школы готовы к выборам Потому что в основном избирательные участки в школах Ну и, естественно, раздать негласные указания Руководителям избирательных комиссий Так или иначе, но во вступительном слове Хабирова Конечно же, прозвучал юбилей города Он много чего сказал про этот юбилей В частности, вот такая цитата К юбилею готовились достаточно долго Но 450-летие Уфы не заканчивается Вот так вот угрожающе прозвучал Вступительный, по крайней мере, момент К обсуждению юбилея города Конечно же, обсуждение итогов юбилея проходило в атмосфере некоторого смущения Ну, например, тот факт, что президент Абхазии Был вынужден благодарить за дружбу Башкирии и Абхазии Непосредственно на фоне недостроенной и непостроенной арки Вот этой самой Абхазской Это, конечно, не может не смущать тех Кто совсем еще недавно был уверен, потому что арка-то построена Буквально за неделю до юбилея Уфы Правительство и Хабиров узнали, что арка не готова Далее продемонстрировали несколько роликов о том, как прошел юбилей Уфы Ролики об этом юбилее старались делать, не вдаваясь, как говорится, в детали Преобладали общие планы и облеты с дронов, как говорится, съемки издалека и сверху Дворец борьбы показали с высоты и с фасада Но, естественно, внутрь никого пускать нет смысла Потому что там, как говорится, конь еще не валялся Кратко доложил итоги юбилея мэр Уфы Мавлиев Мавлиев сообщил, что в гости приехало 100 официальных лиц из шести стран Правда, не стал уточнять, что реально значимых ВИПов в Уфу зазвать так и не получилось Ну, были какие-то непонятные представители каких-то торговых организаций из разных стран Был, понятное дело, представитель президентов ПФО Комаров Ну, в общем, собственно, и все Ну, понятное дело, был братский премьер-министр из Беларуси Ну и вот этот вот непонятный абхазский президент Главной гордостью юбилея Хабиров назвал тот факт, что во время юбилея не случилось в Уфе ни одной драки По данным МВД Вот такие у нас гордости Чиновники полагают, что юбилей Уфы посетили 300 тысяч человек Даже если это так, за вычетом понаехавших дорогих гостей и людей с периферии Башкирии Конечно, довольно скромный результат, потому что в Уфе так или иначе проживает почти миллион человек Соответственно, конечно, ну, где-то четверть примерно обратила внимание на этот светлый праздник Дальше перешли к благодарностям друг другу Жарко и не жалея эпитетов, друг друга благодарили за то, что справились они с этим юбилеем Как говорится, отмучились Юбилей позади, ну, позор начинает немножко остывать и даже можно начинать осторожно друг друга хвалить Но вопросы остаются в связи с этим юбилеем Будут ли завершены все обещанные юбилейные объекты И самое главное, будут ли расследоваться все те злоупотребления, которые были вскрыты башкирскими СМИ В ходе попытки эти юбилейные объекты построить Ну, действительно, наверняка у правоохранителей возникнет очень много вопросов к строительству того же самого Дворца борьбы На чьи деньги, откуда, как, в каком порядке, сколько раз за одно и то же заплатили Вот эти вопросы, конечно, должны появиться Хабиров вкратце подытожил вот этот вот итог юбилея Он сказал так Сам по себе юбилей — это есть причина гордиться Уфой Ну, для граждан такая причина, он так считает А еще Хабиров сказал, что юбилей сделал главное дело Всколыхнул Уфу и республику Это была цитата Я не очень понимаю, зачем ему нужно было всколыхнуть Уфу и республику При помощи вот этих вот безумных миллиардов, выброшенных на ветер Может быть, это, конечно, всколыхнет республику Не знаю, что имел в виду Но Хабиров с облегчением закрыл тему Цитирую «Эта страница закрыта, и слава Богу», — сказал Хабиров Ну, чувствовалось, действительно, чувствовалось во всей вот этой вот Истории с обсуждением итогов юбилея Уфы Чувствовалось глубочайшее облегчение Потому что в какой-то момент Сначала-то они думали, что это будет очень круто Это действительно, ну, там, и денег заработают И праздник проведут И вообще свой авторитет возвысят Но с каждым днем становилось все понятнее и понятнее Что юбилей этот не получился В итоге стала другая задача перед Хабировым и его командой Как сделать так, чтобы за это не было хотя бы мучительно стыдно Ну, теперь вот они этот свой стыд начинают потихонечку остужать Несмотря на то, что власти стараются всячески ограничивать доступ граждан К разнообразной и зачастую противоречивой информации Мы работаем над тем, чтобы вы не утратили связь с реальностью Мы уже расширили публикацию своих роликов в чистом виде Без захода на YouTube в ВКонтакте, в Телеграме, в Яндекс.Дзене А теперь мы запускаем присутствие открытой политики на платформе Boosty Это очень удобная и очень взаимно полезная штука По QR-коду, который вы видите на экране Вы можете перейти на эту площадку А также в описании будет прямая ссылка на Boosty открытая политика Зачем вообще это нужно, я кратко поясню Это такая платформа, на которой вы можете смотреть все наши ролики В той самой последовательности, в которой мы их выкладываем Без необходимости захода на YouTube Это главное преимущество Второе преимущество, что ролики будут в самом лучшем качестве В каком это только возможно Без всякого сжатия YouTube и так далее Платформа Boosty – это платформа помощи каналам Подписываясь на наш канал на Boosty, вы помогаете нашему каналу Там назначается ежемесячная помощь каналу Вы можете выбрать посильную для себя сумму И мы заранее благодарны всем, кто подписывается на наш канал в Boosty Потому что вы увидите то же самое Но будете при этом помогать нашему каналу Ну и вишенка на торте – это то, что мы планируем Только на Boosty выпускать специальные ролики, специальные сюжеты Для тех, кто помогает нашему каналу Это будет такая, как бы, ощутимая благодарность То есть эти ролики будут эксклюзивно доступны только тем, кто там зарегистрирован Так что переходите по ссылке в описании Или по QR-коду, который вы видите на экране Регистрируйтесь, там очень простая регистрация И начинайте помогать нашему каналу Заранее спасибо! Далее попытались ввести оперативное совещание в рабочее русло Но, собственно, как-то необычно, если честно Вот, например, доклад госпожи Головановой, министра ЖКХ Республики Носил сугубо формальный характер Ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, по сути, игнорирует уже третью оперативку С другой стороны, это неудивительно Перед выборами Хабиров не хочет слышать о том, что сотни многоквартирных домов в Уфе сидят без горячей воды А иногда и без горячей и без холодной воды При этом вода из водопровода почему-то течет реками по улицам и тротуарам города Ну, не хочет этого Хабиров слышать перед выборами Ну, это достаточно необычная обстановка в предвыборную неделю Жители Уфы, насладившись, как говорится, безобразным юбилеем Отправятся на избирательные участки с немытыми руками, ногами и ушами Даже страшно предположить, за кого они в конечном итоге проголосуют, находясь в подобном положении Как правило, в предвыборный период и уж тем более в предвыборную неделю Власти раньше старались максимально скрыть, как говорится, обеспечить и прочее То есть, чтобы у людей была вода, еда, хорошее настроение Ну и не дай бог они там что-нибудь не психанули на избирательном участке В данном случае мы видим совершенно абсолютно обратную картину Я не знаю, какие уж там диверсанты поотключали воду в Уфе Но, тем не менее, факт остается фактом Сотни многоквартирных домов в Уфе сидят без воды Доложила в рамках этого же доклада и министр транспорта и дорожного строительства Минакова Любовь Викторовна Собственно, ее доклад тоже не был необычным Она сообщила, что за минувшую неделю произошло 71 ДТП, в котором пострадало 78 человек и 10 человек погибли Статистика смертности остается пугающей И статистика смертности в ДТП по-прежнему превышает показатели прошлого года Ничего не получается, ни камеры, ни какие-то карательные меры не помогают снизить смертность от ДТП в регионе И уже, я так понимаю, и Хабиров, и все остальные на это дело махнули рукой Кратко заслушали доклад министра сельского хозяйства Фазрахманова о ситуации с уборкой в республике Фазрахманов доложил, что 23% площадей сельского хозяйства сейчас обработаны Уже собрано 1 миллион 300 тысяч центнеров зерна и среднее урожайность составляет 28 центнеров с гектара Кормами республика в этом году будет обеспечена Прогноз погоды средне благоприятный и засеяно на данный момент 18% площади озимов Комментируя ситуацию с чрезвычайной ситуацией, простите за эту автологию Фазрахманов сказал, что уже на данный момент зафиксирована полная гибель посевов на площади 197 тысяч гектаров И ущерб возрос с 1 миллиарда до 2,5 миллиардов от этого бедствия Продлевать чрезвычайную ситуацию далее 11 сентября Фазрахманов не намеревается И очень рассчитывает на визит в Башкирию министра сельского хозяйства Российской Федерации От которого хочет добиться компенсации вот этих вот потерь Тут, конечно, вопрос эмпирический У федеральных властей и так с деньгами не очень здорово Да еще тут Башкирия со своим ущербом Не факт, что федералы выделят требуемую сумму в качестве компенсации по погибшим растениям Так что ситуация вообще в сельском хозяйстве и в экономике сельского хозяйства Башкирии, я бы сказал, угрожающая Но на оперативке этого не прозвучало, потому что, сами понимаете, сейчас плохие новости не приветствуются Обсудили на оперативном совещании и грядущие выборы, которые начнутся уже в ближайшую пятницу Кстати говоря, почему в пятницу, совершенно непонятно и нетипично Никогда выборы не проходили в рабочие дни Но вот теперь у нас первый такой опыт Хабиров очень примечательно заявил, что сам-то он не считает выборы выборами И заявил буквально следующее Цитирую 6, 7, 8 сентября у нас выборы Небольшая пауза А вернее голосование Конец цитаты Вот так вот Сам ради Хабиров не считает выборы выборами Он считает их голосованием Согласитесь? Интересная оговорка То есть, голосование это когда придут и скажут Да, я за Хабирова там Или нет, я против Хабирова То есть, они когда будут выбирать там из пятерых или шестерых кандидатов Вот так получается, судя по его словам Задачу на выборах Хабиров видит простую Дать людям спокойно проголосовать То есть, вот в этом спокойствии он, видимо, и видит залог собственной победы В свою очередь, председатель республиканского ЦИК сообщил, что в республике в этот выборный сезон проходят выборы в 216 муниципальных советов и выборы главы республики Башкортостан Всего на территории Башкирии 3302 избирательных участка В выборах участвует, в том числе, естественно, в муниципальных 4435 кандидатов от 10 партий Интересно, какие 10 партий, я, честно говоря, не припоминаю Всего избирателей в Башкирии, по словам председателя ЦИК региона, примерно 3 миллиона человек В бюллетнеи отпечатано 2 миллиона 990 тысяч штук Хабиров еще раз пожелал, чтобы выборы прошли, цитирую, в спокойной праздничной атмосфере Хабиров уверенно назначил следующую оперативку на 9 сентября И, видимо, он нисколько не сомневается, что в кресле главы РБ на этой оперативке будет сидеть именно он сам А это значит, что он уверен, что благодарный народ республики Башкортостан Спокойно и празднично проголосует за него и продлит его срок пребывания в кресле главы республики Башкортостан еще на 5 лет Ну, поразительная уверенность, либо Хабиров что-то знает, как говорится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова